Мы начинаем последнюю нашу тему, которая будет две лекции. И эту тему я обозначил как новая эклектика или уроки Лас-Вегаса. На наших двух последних занятиях мы поговорим об эстетике тотального смешения, типичной для эпохи постмодернизма как основного стилевого направления второй половины 20-го столетия. По мнению уже знакомого Рема Корхаса, постмодернизм это вовсе неубиваемое стилевое направление, которое будет определять эстетическую мысль на протяжении многих лет вперед, просто в силу ее достаточной гибкости и, так скажем, хорошей коммерческой адаптивности. Достаточно давно, лет 10-12 назад, в одном из радиоинтервью я ввел понятие стилевая режиссура. От стилевой режиссуры я принимал достаточно непростой итог долгого исторического процесса, направленного на накопление различных стилей, являющихся визитной карточкой каждой конкретной исторической эпохи. В качестве инструментального допущения, а также в качестве метатора, я высказал мысль о том, что каждый стиль, будь то барочный или классицистский, готический или манеристский, можно уподобить букву Холховита. Все эти буквы различны, и каждое произведение, маркированное этой метафорической буквой знаком, может быть легко опознанного, как представляющего свою неповторимую историческую эпоху. Здесь можно вспомнить и археологию гуманитарных наук Мишеля Фуко как метод, и то, как он отстаивал идею относительной замкнутости каждой исторической эпистемы, уникального образа мышления, типичного лишь для отдельной исторической эпохи, и всегда сменяемого новой исторической эпохой и новым типом мышления, характерным уже для нее. Таким образом, складываются исторические культурные пласты, имеющие определенную автономность и достаточно легко узнаваемые, при хорошей подготовке в помесле их обнаружения. Если объединить концепцию исторических эпистем Мишеля Фуко и мою метафору о стилях, маркированных буквами алфавита, то самый нижний пласт получит условное обозначение первой буквы, затем последует вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Однако, особенность моей точки зрения в том, что я полагал тогда, и, возможно, полагаю и сейчас, что таких стилей букв не может быть бесконечное количество. Как и в случае с алфавитом, стилевые эпохи, образуя исторические слои, в какой-то исторический момент времени переходят в новое качество. И это качество превращает отдельные стили буквы в культурно связанный алфавит человеческого искусства. Повторюсь, что ссылка на алфавит есть не более чем удобная метафора, но, как мне кажется, она способна в доступной форме прояснить достаточно сложные интегративные процессы, которые запускаются в искусстве XX века и которые обычно связывают с искусством постмограммизма. В искусстве этого типа и корректно применять как раз мой термин «стилевая режиссура», так как он в достаточно емкой форме представляет те механизмы, которые доминируют в творческих процессах XX и XXI веков. И что же это за процесс? Стиль более не является визитной карточкой эпохи, а авторский почерк – знаком определенного художника. И то, и другое становятся средствами художественной выразительности. Ну, если взять, допустим, такое искусство, как музыка, если вам необходимо погрузить слушателя в сферу меланхолии, то можно позаимствовать лексиком Шопена, героики Вагнера, там, религиозного мистического экстаза Баха и так далее. Ну, ссылки и перекрестные ссылки внутри произведений искусства на другие, соответственно, произведения искусства были всегда, но почти никогда не были представлены в виде сознательной рефлексии и в таких грандиозных масштабах, в которых они представлены в эпоху постмодернизма. Ныне обращение к творческому методу того или иного художника, под словом «художник» я понимаю, любого творца. Так вот, обращение к творческому методу того или иного художника есть просто одно из средств художественной выразительности наряду с темпом, колоритом, общей динамикой произведений искусства и так далее. Более того, в том давнишнем интервью я предложил еще более радикальную форму смешения. Когда принципы работы с материалом в одном виде искусства могут быть представлены в совершенно ином. Таким образом, смешение может носить как очевидные черты, ну, допустим, когда пластелевое сочинение отсылает к конкретным образцам прошлого. Допустим, музыкальное произведение, которое заискует фрагменты из Чайковского, Баха, Лещенберга. Либо, когда из одной области, из одного рода искусства заимствуются в другой вид искусства. И тогда, конечно, это уже будет совершенно неочевидно. Это будет считываться только на уровне структуры. Самое же важное то, что на самом деле эти процессы не являются ни освобождением от цепей единого исторического стиля, как полагали многие художники середины XX века, не являются эти процессы катастрофой утраты авторского почерка, как об этом модно писать в некачественной критической литературе. На мой взгляд, в этих процессах можно усмотреть скорее этическую задачу интеграции. Интеграции всей человеческой культуры, которая теперь может быть объединена в единое культурное пространство. И это начинает происходить, заведьте, задолго до появления всемирной глобальной сети. Так что интернет здесь является скорее производной, а не определяющей составляющей. Ну, производным фактором, а не фактором, определяющим общий ход событий культурных. Но не все так в этих процессах безоблачно, и скрытая угроза тотального смешения всего и вся, естественно, тоже присутствует. И для того, чтобы в ней разобраться, нам придется вспомнить с вами, что же происходило в искусстве в 60-е годы 20-го столетия, а также какие процессы этому предшествовали. Ну, уж толь скоро заговорил о музыке, то начнем с музыкального искусства. В музыкальном искусстве 60-х, 70-х возникает новое направление, которое получит наименование полистилистика. В 1968 году, то есть спустя один год после появления знаменитого эссе Ролана Бахта «Смерть автора», появляется симфония Лучана Берио, в которой сопоставляются совершенно различные стилевые модели. Радикальная, авангардная музыка самого Берио и огромные фрагменты заимствованной музыки, в частности, из Густава Малера. В этом смысле наиболее показать нам третья часть этой симфонии, где на скерцах из второй симфонии Малера накладываются голоса совершенно иной эстетики представлены и потрясает тот уникальный разлом, который происходит в исторических слоях. Напомню, что до этого момента каждая эпоха создавала свой культурный слой и они, если и взаимодействовали, то именно на уровне релегания. Здесь же мы имеем разлом. Музыка начала 20-го столетия, относящаяся еще к позднему романтизму, или же отчасти к экспрессионизму, и музыка авангардная. Середина 20-го века сочетаются и звучат фактически одновременно, буквально одновременно. В это же самое время в Америке композитор, художник, один из крупнейших философов 20-го века, Джон Кейдж, экспериментирует с произведениями, где музыкальный материал либо полностью создан другими авторами, как уже почившими, так и авторами ныне живущими, то есть в технике коллажа, либо же музыкальный материал создается на основе заимствованных фрагментов из чьего-либо одного творчества, из творчества одного художника, в частности вот в этой пьесе из Моцарта, но сосуществует одновременно с методами работы, которые предлагает искусство середины 20-го века. То есть электроника, возможности работы с паттернами, наслоение от бабу на другое и так далее. И здесь мы опять же видим совершенно уникальный случай, когда в исторических слоях наступает разломка. Это не просто ссылка, там, в линии писала, понимаете, это совсем другое. Это представленная одновременно модель музыкальной культуры 18-го века и музыкальной культуры середины 20-го, в которой мы не можем отдать предпочтение оттуда или другое. Мы не можем сказать, что это именно музыка середины 20-го века, потому что она основана на музыке 18-го. Но мы сразу же слышим, что это не музыка 18-го, потому что она представлена посредством электроники, посредством сложных наслоений, посредством совершенно иной работы с композицией как таковой. Наиболее возможного показателя как раз вот эта известная очень пьеса. это HPSCHD, это, соответственно, сокращенно отходов висит на английском, то есть оставлены только согласные. И еще показательным Кейджа, на мой взгляд, является сочинение «Многоквартирный дом 1776», сочинение, приуроченное, соответственно, к 200-летию Соединенных Штатов, и там в одновременности наслаиваясь друг на друга звучит фактически вся музыкальная история Америки. От древней музыки, от музыки, относящейся еще к эпохе позднего классицизма, до музыки самой-самой новой. Любопытно, но те же самые процессы в это же самое время происходят даже в СССР. Так, в 1974 году Альфред Шнитке заканчивает свою первую симфонию. Это сочинение содержит просто колоссальный блок заимствованных музыкальных фрагментов. Здесь вы можете услышать и пятую симфонию Бетховена, и первый фортепианный концерт Чайковского, и вальс Штрауса, траурный марш Шопена, музыку Григо, Гайдена, джаз, и современные всевозможные композиторские техники. Педакофония, соналистика и так далее. Это уже совершенно беспрецедентный стилевой разлом. Самые разные эстетические тенденции, от высоких до низких, здесь смешиваются. Границы между одним и другим рушатся. И перед нами проявляется нечто такое, чего раньше никогда не было видно. Ну, если применить метафору, опять же, лес за деревьями, мы это начинаем видеть. То есть, человечество за отдельными людскими фигурами, за отдельными авторами. В живописном искусстве, в искусстве живописи, в это же самое время, создаются известные поп-арт-реплики, произведения искусства прошлого. Где также можно уже сказать, сколько здесь от Ренессанса, к примеру, а сколько от второй половины 20-го века. Ну, вот знаменитая работа Оахал Боттичелли, 1984 года, это поздний Оахал, на которой мы видим фрагмент рождения Венеры с Англой Боттичелли, выполненный в технике Энди Оахал, одного из основных представителей эстетической мысли поп-арта. Как-то Томас де Квинси писал, что сила мысли философа определяется тем, пытаясь ли его убить. В данном случае Оахала смело можно назвать великим философом, ибо его убить пытались. И более того, даже относительно успешно. Он выжил он и чудом, и всегда находился на грани жизни и смерти в последние годы своей жизни, после огнестрельного ранения. Так что, в общем, фигура эта весьма-весьма примечательная и с относительно недавнего времени хорошо доступная для русскоязычного читателя, ибо переведено очень много. Переведены дневники, переведены теоретические работы, так что с этим можно ознакомиться. Однако смешение стилей у Энди Оахала в данной работе говорит нам о чем-то скорее прямо противоположном, чем первая симфония у Фреда Шнитке. Здесь мы видим исчезающую, если уже не исчезнувшую, классику. Классику, которая превращается в бренд. Классические произведения искусства ныне увидеть уже, собственно, невозможно, так как мы видим их через очки той ценности, которую они представляют для нашей культуры. Мы видим их не такими, какие они есть, а мы видим их в искаженных красках, если говорить языком метафор. Мы видим бренд, вытеченье, но мы не видим саму картину. Картина, ставшая культурным наследием, более не является сама собой. Она является совокупностью сложных исторических процессов и культурных знаков, а также просто ярлыком маркером, позволяющим легко ориентироваться в истории искусства. Понятие гений оказывается в высшей степени сомнительным, так как гений – это исчезнувший, растворившийся в культурном бренде автор, и не более того. Жест Лорхола одновременно и трагичен, и ироничен. С одной стороны, он показывает нам Венеру в других цветах, чем она представлена на знаменитом полотне у Боттичелли, как бы намекая на искаженность нашего восприятия. С другой стороны, именно вывернутые наизнанку цвета Боттичелли у Орхола. За счет этого Орхолу удается выйти за пределы штампа, выйти за пределы стереотипа восприятия шедевра, и взглянуть на него с иной стороны, или даже с иных сторон. Таким образом, выйти с уровня презентации на уровень репрезентации, то есть с уровня просто представления, а на уровень рефлексированного представления. То есть репрезентация – это осмысленное представление о самом себе. Однако, задолго до всех этих событий, в живописи появляются тенденции, которые можно считать предтечами постмодернизма. Я вообще не люблю этот термин, но за неимением иного приходится им тоже пользоваться. Соответственно, после создания Браком и Пикассо первых коллажей в начале 20 века, постепенно появляются такие мастера, художники, которые работают уже исключительно в технике коллажа. И одним из первых, если вовсе не первым, был Курт Шриптерс. Замечательный художник, выдающийся, не поболюсь этого слова, художник, который создавал работы из найденных предметов, и называл он их «Мерц». Ну, вот так это выглядит у него. Здесь это более поздние работы, а вообще это уже где-то с конца 10-х годов 20 века у него есть. Каллаж демонстрирует, что грань между произведением искусства и окружающими нас предметами не столь четкая, как казалось в прежнем века. А грань между художником и его контекстом и вовсе является очень и очень зыбкой. И если коллаж – это именно репрезентация того, что художник не творит из ничего, то все искусство прошлого можно условно назвать презентацией тех же самых процессов. Почему мы легко отличаем картину эпохи барокко от картину, допустим, эпохи классицизма? Да потому что художники этих эпох не творили из ничего, а работали со штампами и стереотипами своей эпохи. То есть, по сути, даже величайшие творцы своего времени на самом деле не создавали что-то из пустоты, а работали, если применить метафору, в технике, близкой к технике коллажа. Ну, это, естественно, коллаж в кавычках. То есть, использовали те средства художественной выразительности и те паттерны в области деталей, композиции и архитектоники сочинения их произведения в целом, которые были типичны для их локации и для их исторического положения. Ничто не создаётся из ничего. Уже один раз приводил в качестве примера выдающуюся цитату, и не побоюсь повторить её вновь, в своей работе, посвящённой творчеству художника Бейкона, или Бекона, как у нас его иногда пишут, Жиль Делёс писал о том, что когда подлинный художник приступает к работе над новым произведением, он проводит кистью по холсту, и этот холст не чист. Он полностью заполнил штампами и стереотипами. И, проводя гениальную линию, он сбрасывает часть этих штампов и стереотипов. Речь идёт не о нанесении, а наоборот, об избавлении полотна от уже наличствующих там представлений о том, каким должно быть произведение искусства. Вот в чём дело. То есть, произведение искусства – это не добавление к чему-то, а как раз убавление, которое позволяет нам увидеть что-то другое. И в 20 веке как раз одним из первых, кто стал это высказывать уже на сознательном уровне, был Швиттерс, который просто подбирает подручные ему предметы, вырезки из газет, какие-то ненужные вещи, и закрепляет их, тем самым создавая авторские произведения искусства. Он показал, что художник работает с уже заполненным пространством. Он просто размещает нечто определённым образом, за счёт чего и возникает произведение искусства. Однако в коллаже ещё нет разрыва между эпохами. Коллажи Швиттерса составлялись им из современных ему элементов, а не из артефактов, относящихся к различным историческим эпохам. То есть, стирание грани между автором и его контекстом здесь уже очень велико, но разрыва между историческими слоями здесь ещё нет. И, возможно, один из первых таких явных разрывов между эпохами наступает в творчестве Марселя Дюшана, когда он пририсовывает усы и бородку к неточной репродукции Джоконды Леонардо Доризовича. Здесь сталкивается и смешное, и нечто высокое, и нечто низкое, граничащее с вандализмом, и смешение различных культур, и смешение даже на уровне копия подлинных. То есть, созданная копия картины Леонардо, а по некоторым версиям это не совсем копия, а что черты лица Моны Лизы на работе Дюшана имеют определённые черты сходства с самим Дюшаном. То есть, это всё-таки не совсем копия Джоконды, хотя эту точку зрения принимают не все искусствоведы, но некоторые говорят, что это просто недостаточно качественная работа. И тем не менее, вся работа – это копия и одновременно подлинник, то есть копия Леонардо и подлинник Дюшана. Здесь даже нельзя сказать о том, что это – это копия или это подлинник. Смотря каким образом мы встанем этот вопрос, учитывая тот факт, что эта картина была в итоге продана за совершенно фантастическую сумму, можно предположить, что это действительно не просто подлинник, а подлинник в какой-то мере рядоположенный шедерогу Леонардо. И не случайно Дюшана часто называют предтечей или даже отцом постмодернизма. Однако, я бы не стал эту тему сильно педалировать. В общем-то, о Дюшане вы часто можете прочесть, что именно он является едва ли невизитной карточкой раннего постмодернизма, но, на мой взгляд, Дюшана можно с таким же успехом провести и по линии самого, что именно есть обычного модернизма. Достаточно вспомнить нитшанскую переоценку ценностей, нитшанскую концепцию отказа от ценностей прошлого, чтобы, в общем-то, прийти к подобным породам, которые мы встречаем в творчестве Марселя Дюшана. Но самое важное для нас, что здесь происходит, это то, что здесь происходит, возможно, впервые явный и значительный разлом исторических постов. Мы одновременно имеем и произведения прошлого, относящиеся к эпохе Высокого Ренессанса, и произведения, относящиеся к 20-му столетию. И если тенденция запущена, то, как и «Горный ручей», она, естественно, в любом случае найдет себе дорогу. И, в общем-то, к 60-х годам, когда Дюшан создает последние свои версии «Ног Лизы», уже появляются знаменитые философские работы. Это уже упоминаемое мной сегодня эссе Ролана Бакта «Смерть автора», где он ставит под вопрос вообще существование авторского текста, размывает его. Если кому-то интересна проблема понимания авторского стиля, вообще, что есть автор в современную эпоху, у меня есть лекция на моем официальном канале, которая называется «Что значит быть автором?». Лекция была публичной, она есть в видеозаписи, так что, кому интересно, можете послушать. Потому что, на мой взгляд, там я поднимал достаточно сложные вопросы, на которых здесь, просто ввиду отсутствия времени, я останавливаться не смогу. Кирилл Бассанбарху удается размыть фигуру авторства, вслед за ним придет Фуко, недолго ждать Кристину и Деррида. В 60-е годы Деррида уже публикует свои ранние статьи, которые составят основной костяк двух его первых классических работ о грамматологии и письмо и различия. И, в общем-то, с этих самых пор понятие текста, понятие авторства и понятие произведения искусства очень и очень сильно будет поставлено под сомнение. То есть, его понимание, которое существовало в предшествующей эпоху, как чего-то замкнутого, автономного, обособленного, того, что мы всегда можем отличить. И с этого момента, в общем-то, и начинается эпоха разлома исторических пластов. И я не случайно начал сегодняшнюю лекцию с освещения именно 60-х годов, начало 70-х годов 20-го столетия, так как именно в это время в архитектуре появляются основные эстетические манифесты тотального смешения. Этих манифестов много. Мы остановимся всего на нескольких из них. И первые два принадлежат первому Роберту Венкури, это работа сложности и противоречия в архитектуре, и уроки Лас-Вегаса. Подробно мы разберем вторую из них на нашей следующей лекции. На самом деле, несмотря на дату к 72-й год, основной блок по этой работе был проделан все в том же 68-м году. То есть она точно попадает в вот эту идеальную точку 67-й, 68-й, 69-й, когда постмодернизм буквально взрывается. Как будто бы на пустом месте, но я не случайно показал вам зарождение коллажа и работы Дюшана, чтобы, в общем-то, показать, что это не совсем было пустое место. Это место было, в общем-то, подготовлено и хорошо, и выдающиеся мастерами подготовлено. Поэтому в конце 60-х оно взрывается, ну, как атомная бомба, в буквальном смысле этого слова. Потому что постмодернизм наводнит буквально всю планету. Однако, еще раньше, до Роберта Вентури, появляется еще одна очень важная работа, на которой я немножко остановлюсь сегодня. И в Вентури у нас будет следующая лекция, наша последняя лекция. А участвующая ему работа принадлежит также выдающемуся архитектору, его звали Альдо Роси. Это один из самых великих архитекторов второй половины 20-го века. И он также автор эстетического текста, текста по архитектуре, который называется «Архитектура города». Обе книги Роси есть на русском языке, и архитектура города, и его авториография. Так вот, архитектура города появляется в 1966 году, то есть все те же 60-е, просто чуть-чуть раньше. И она представляет идею смешения совершенно на другом уровне, чем уровень Вентури. Вентури демонстрирует идею смешения на примере Лас-Вегаса, а Роси на примере достаточно старинных исторических городов Европы. Роси говорит о городе, как о такой территории, где уживаются самые различные эпохи. Их объединяет только историческое время и жизнеспособность того или иного объекта. Жизнь здания, площади или статуи дольше, чем жизнь того стиля, который их породил. А произведение искусства всегда есть нечто большее, чем только часть самого искусства и его процесса. Произведения архитектуры, в частности, также, помимо того, что это произведение искусства, являются частью культурного пространства городской среды. И в этой среде, одновременно воинственной и гостеприимной, могут живаться колонны времен Римской Республики, дворцы Высокого Возрождения, барочные крылосецистские храмы, а также модернистские или постмодернистские жилые офисные здания. Всему этому находится место. И не из-за искусства, а из-за особенностей человеческой культуры. Она все контренирует. Она контренирует все, что может ее поддерживать, что может служить ей либо опорой, либо ее оболочкой. В городе все живет, стареет и умирает. Но у всего этого разный срок. Какие-то древние руины могут простоять несколько десятков веков и будут продолжать нести на себе знак ценности, культурной ценности. Так как они выполняют очень важную функцию. Они верифицируют это место как место историческое. Если для модернистов дом это была машина для жилья, как провозгласил это Ла-Карбюзье, а город это был своего рода завод или конвейер по производству удобств, Ну достаточно вспомнить те проекты, которые предлагал крупным городам Карбюзье, и в Москву предлагал, и в Париж. То есть снести все. То есть со всем. И строить заново, чтобы это было максимально удобно. В противовес этой модернистской позиции Альда Росси говорит о том, что город это живой культурный организм, в который вовлечены не только все населяющие его люди, но и все те, кто его населяли ранее. То есть те, кто оставили след на его облике и на его культурном восприятии. Вопреки Роси, Вентури рассматривает смешение совсем в ином ключе. В ключе далеко не этическом, как у Роси, а в ключе скорее эстетическом. И обращается он не к анализу старинных городов Европы, а к анализу одного из самых молодых, крупных городов Америки, к Вегасу. А точнее, самый молодой на тот момент его части, к улице Стрип. На тот момент это был новый сектор знаменитого развлекательного центра Соединенных Штатов. Для Роберта Вентури смешение близко к тому, чем оно было для Джона Кейджа. Это освобождение от диктата того, что вот это хорошо, а вот это плохо. Для Вентури смешение это альтернатива, это выбор, это демонстрация демократии, толерантности и так далее и тому подобное. Девиз одного из лидеров модернизма, архитектора Ниса Вандерроя, которого мы смотрели, достаточно большой блог произведений, такой девизом было «меньше значит больше». Чем меньше что-то представлено, тем в большей степени оказывает на нас влияние. Это стремление к минимализации всего и вся, убирание всяческих перегородок внутри помещения, избавление от фасадов и так далее. Вентури же изменяет эту цитату и говорит «меньше значит скучно». И действительно основная война постмодернистов будет направлена в сторону модернизма, который, естественно, в 60-е и 70-е годы еще активно существовал и вовсю был представлял. Ну и не только интернациональным стилем, а в частности и тем же брутализмом. Мы на одной из последних наших лекций смотрели творчество стиранного творчества, это как раз отличный пример брутализма в архитектуре. Какие аргументы приводит Вентури против модернизма? Он обвиняет модернизм в том, что, в общем-то, модернизм лукавит. Модернизм пытается показать, что он чистый, что он эстетически нейтрален, что он абсолютно пуристский, что он избавляется от фасадов и национальных каких-то знаков и тем самым демонстрирует идеальную чистоту постройки как таковой, который просто будет выполнять свою функцию. Он говорит, что на самом деле модернизм тоже заимствует паттерны и заимствует он их весьма из неприглядного источника, из площадей, которые ранее принадлежали заводам и фабрикам. Изначально заводы и фабрики строили в такой манере просто для того, чтобы сэкономить средства. Во-первых, их не украшали. Зачем украшать, если это сугубо помещение, предназначающееся для выполнения какой-то работы? С другой стороны, фронтальное остекление, которое будет одной из визитных карт, чем архитектура модернизма, на тех же заводах и фабриках использовалось значительно ранее, просто для того, чтобы эффективно использовать дневной свет, чтобы не пользоваться искусственным освещением. Особенно актуально стало, когда появилось электрическое освещение, которое требовало значительных денежных затрат. Модернизм после Второй мировой войны начинает восприниматься своего рода как некий аналог диктатуры в искусстве. Когда в произведении что-то не представлено, когда произведение или автор, или целое стилевое направление твердо держится определенных границ, отстаивая их, это начинает восприниматься как некий аналог диктатуры, известных диктатур 20 века, фашистской или коммунистической. И, естественно, на смену этим монолитным тенденциям приходит нечто, что ассоциируется с демократией. Внешне такая, на самом деле, достаточно наивная концепция альтернативы. Если модернистская чистота проводилась по разряду Евгеники, что идея Корпюзье создать идеальный город, который породит идеального человека, очень близко граничива с концепциями сверхчеловека. При том, что, понятно, что между ними, на самом деле, пропасть, и проводить параллель между идеями в искусстве и идеями Третьего Рейха, весьма опасная вещь. И, тем не менее, оно начинает уже так восприниматься, прежде всего, в Соединенных Штатах. И что могут предложить Соединенные Штаты? Сделать искусство демократичным. А что такое наивный подход к демократизации искусства? Это чтобы в любом произведении искусства сразу же наличистровало, ну и дворим, и все сразу. Тогда каждый может в нем найти что-то свое. На самом деле, любопытно, но такой подход, подход тотального смешения в чем-то едином, на самом деле, изначально появляется как раз в эпоху, которую принято относить к классике модернизма. В эпоху советского государства, эпохи Ленина. Ленинские концерты, первые, возможно, концерты крупные в нашей стране, они строились по типу, где было очень-очень много маленьких номеров, рассчитанных на самые разные слои населения. Это позже уже появится идея музыки для народа. А тогда нужно было, чтобы интеллигенция тоже народа. Ей нужна другая музыка, чем нужна тем, кто в лаптях пришел. Понимаете, пасторщики. И там могли тут же хор спеть народную песню, после этого сыграть Моцарта, после этого мог выйти пианист и исполнить какую-нибудь только что написанную пьесу рословца или недавно почившего скалябина и так далее. И это все происходило в одном и том же концерте. И вот это объединение необъединимого в единое целое, в желании угодить всей аудитории, на самом деле в постмодернизме хорошо просматривается. И в общем-то его при желании всегда тоже можно провести по линии близкой к модернизму. Ну не к куризму, естественно, но к тем тенденциям, которые формировались еще в начале 20-го столетия и которые на самом деле мало чем обязаны именно демократическому сообществу. Вентури обращается к подобной эстетике и в своем, собственно, творчестве, не только в своих эстетических взглядах. Мы посмотрим, какие-нибудь базовые работы. Хотя бы одну покажу сегодня. Сеатлский музей искусств. Вы видите, вот эта поздняя постройка. Просто здесь это наиболее наглядно. В принципе, стиль Глантури относительно ровный, начиная с конца 60-х годов. Здесь мы видим сразу все, что только можно себе представить от эпохи гипостельных залов Древнего Египта до самых-самых новшеств архитектуры второй половины 20-го столетия. И это смешано объединено в одну построенную. И тем более, что это еще и арт-центр, музей. В своих же эстетических взглядах, в работе, на которой мы остановимся подробнее в следующий раз, в работе, уроке Лас-Вегаса, Вентури предпринимает уникальную попытку. Он, как ельский профессор, и еще несколько его единовышленников вместе со студентами отправляются ненадолго в Лас-Вегас, чтобы исследовать его с точки зрения архитектуры и нового ее значения. Выводы Вентури весьма и весьма любопытны. Он, я бы даже так сказал, Вентури предлагает интересный материал для того, чтобы сделать выводы. В этом, наверное, его беда, а может быть, в этом как раз и наибольшая ценность его, как творчества, так и его эстетических работ, он никогда не доводит свою мысль до окончательного вывода. Возможно, это отражение как раз все той же самой эстетики, борющейся с нервной монополией смысла. Его текст нуждается в интерпретации, и эти интерпретации, естественно, могут быть значительно различными. Также, как и его объекты, акт-объекты, то есть его архитектурные постройки, они тоже нуждаются в истолковании. То, что я вам сейчас показывал, то есть отсылки тут как бы очевидны, но есть отсылки совершенно неочевидные, где разные искусствоведы просто спорят. Один говорит, что это аллюзия на такой-то стиль, на такого-то автора, другие говорят, что это аллюзия на совершенно другое произведение искусства. И, в общем-то, я думаю, что именно вот в этой многозначности и была позиция Вентури, в этом его сила и в этом его и слабость, естественно. На этом я предлагаю сегодня остановиться, чтобы не начинать анализ, собственно, книги «Угольки Лас-Вегаса», потому что это, в общем-то, сложная книжка. Я к ней предлагаю значительный комментарий. Но сами вы эту книжку можете и без меня прочесть. А вот комментарий, которые я дам по культуре этого же самого времени, в частности, по эстетике поп-арта, этого, естественно, у Вентури ничего нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!